На игру поколений Волга вышла сильнейшим составом во главе с капитаном Сергеем Королушкиным. Команда детей состояла из футболистов 10-12 лет. В ее составе были 5 галкиперов, 15 защитников, 15 полузащитников и 10 нападающих. После исполнения государственного гимна в небо, как символ исполнения мечты, взвелись воздушные шарики. Приходил матч у рангой благотворительной акции ПФЛ «Футбол, подари жизнь». Главная его цель – подарить радость всем участникам. Ощущение праздника, наверное, как бы побольше таких мероприятий, конечно. Детям очень приятно сыграть с профессиональными футболистами. Ну, для них это впервые такое. Эмоции, впечатление. Очень нравится. Необыкновенный матч проходил два тайма по 25 минут. Дети с первых минут завладели территориальным игровым преимуществом и довольно быстро открыли счет. Петр Устинов был вынужден капитулировать против столь массированной атаки. Мы играем, как получится, и так, как муравьи. Ну, то есть, все на один мяч кучей. В «Волге» было непросто контролировать мяч в столь необычных условиях. Обведешь одного, второго, третьего, а перед тобой уже четвертый, пятый, шестой соперник. Неудивительно, что первые впечатления у отцов были двойственные. Ну, весело и сложно. В чем самая главная сложность? Ну, очень много народу противостоит, пространства мало. Профессионалов выручило исполнение стандартов. Когда арбитр указал на 11-метровую отметку, даже у пяти галкиперов детей против Александра Кабанова не было шансов. Свисток Александр Кабанов. Удар. Гол! Мяч у ворота детей забил Александр Кабанов. С ничейным счетом 1-1 и завершился первый тайм. В перерыве зрители получили возможность пробить пенальти галкиперам «Волге». При этом вместе с мячами ворота летели кроссовки. Во втором тайме и команды заиграли более результативно. Теперь уже отцы вышли вперед, но удержать победу волжане не смогли, даже когда, по примеру, детей сразу несколько игроков заняли место в воротах. После финального свиска табло «Химика» обеим командам выставило по пятерке. Это праздник для детей полностью. Я всегда за такие игры, за такие матчи. Это великолепно. Кто придумал, тому хвала за это. Завершилась игра вручением сладких призов, фотосессии и раздачи автографов. Вот такой праздник подарила «Волга» юным футболистам, их родителям и болельщикам. Старались все, и я думаю, что все получилось.